Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, сегодня рука следующая. Ипохондрия. Болезненное состояние человека, угнетенное болезненное состояние. До такой степени, что человек начинает уже мнительностью подавляться. Он начинает думать, что все так плохо, он начинает накручивать себя, начинает заниматься так самоездством, что ему кажется, что все так плохо, и он скоро заболеет новой болезнью, либо скоро его одолеет, скажем так, еще какой-то недух, и вот все его часы жизненные сочтены, все в жизни настолько плохо, все настолько угнетенно, все, и человек начинает падать духом и потихонечку начинает умирать на ровном месте. Конечно, это тяжелое состояние. Почему? Здесь можно сказать, что человек сам виноват. Первое, потому что он не воспитывал, не закаливал свой дух. Это самое первое. Второе. Неправильная постановка диагнозов многих врачей западной медицины. И человек начинает, скажем так, лечить одно, гробит другое, оно вылазит с третьей стороны, и человек не знает, куда хвататься. И четвертое, знаете, такое самое, неверие. Люди не верят, что можно изменить, допустим, жизнь к лучшему. Люди не верят, что, допустим, при воздействии на точку F3, Тайчунь, можно бороться с таким состоянием, с угнетенным состоянием человека, с мнительностью его. Почему люди не верят? Потому что все люди хотят, ну, большинство людей, живущих на земле, хотят ничего не делать и быть богатыми. Хотят не заниматься своими здоровьем и быть здоровыми. Хотят ничего не изучать, не познавать и быть грамотными. Вот. В той или иной сфере, скажем так. Потому не надо, уважаемые зрители, мнить, что мы что-то знаем. Мы знаем ровно столько, сколько эти знания живут на этой земле. Но, как написано в Евангелии, вера без дел мертва. Мы можем с вами знать, можем верить, а можем и не делать ничего. Вот для того, чтобы вас болезнь не поработила, не породила в вас угнетенное состояние, вы не стали мнить о себе, что вы что-то знаете, или что-то познали, или что-то... Или вот завтра все так плохо и все так ужасно. То есть через точку F3 Тайчунь вы можете воздействовать методом активизации, чтобы что-то активизировать свой дух. Чтобы пришла обновленная энергия, что обновила вашу мнительность. Где-то стала бороться с этим угнетенным состоянием, которое бы что-то покинуло ваш тяжело больной организм. Не дай бог. Но также следует помнить, что болезни на угнетенное состояние обычно происходят у тех людей, которые уже запустили свою болезнь. А при тяжелых заболеваниях, здесь я не смею не сказать, что в диагностике 12 меридианов необходимо, дабы знать, что делать со всем энергетическим балансом и с каждым по отдельности из 12 меридианов. Спасибо за внимание.